Приветствую вас, давайте попробуем рассмотреть вашу ситуацию и, соответственно, выработать некие какие-то рекомендации именно конкретно вам. Во-первых, мне очень понравилось, как вам ответил мой коллега Сергей Ельченко. Мне кажется, что его рекомендации именно по поводу ребёнка являются незаменимыми, очень важными и правильными. Но вопрос у меня немножко другой к вам. Вы говорите, что вы и ваш ребёнок живёте у ваших родителей. А вы в разводе. Папу родного ребёнка никогда не видел. И сразу вопрос, а из-за чего вы с папой ребёнка в разводе? Из-за чего? Зачем? Как так получилось? Как вы пережили развод? Какие у вас остались впечатления? Потому что развод – это всегда травма. Вы пишите, недавно я встретил мужчину, с ним мне хорошо, с кем мне хорошо, и он будет хорошим отцом моему сыну. В тот же момент. Откуда вы это знаете? Что он будет хорошим отцом вашему сыну? Как бы вы этого мужчину чересчур не идеализировали. Мы с ним хотим создать семью, и так как он военный, нам придётся переехать к нему. Это, безусловно, очень здорово. Но имейте в виду, что военный может быть склонным подчинять. Бабушка категорически против объясняет это тем, что у ребёнка будет психологический стресс. А нет, на самом деле, у ребёнка будет психологический стресс только в том случае, если у вас будет стресс. А у вас стресс уже есть из-за того, что бабушка вступила в конфликт с вами. И из-за того, что её мнение имеет для вас важное значение. Судя по всему. И вот у меня к вам вопрос. Какое имеет вообще отношение бабушка к вашей личной жизни? Значит, как быть? Пишите вы. Быть как? Я полагаю, вам нужно бабушке, в первую очередь себе, дать разрешение строить личную жизнь так, как годите вы. Потому что её не строит бабушка, её строите вы. Подумайте, кому выгодна ситуация, бабушка или вам? Ведь ребёнок, он маленький, и, ну, если я правильно понял, достаточно маленький у вас. Ребёнок маленький, и ему не будет сложно привыкнуть к новому месту. А вот бабушке потерять вас, потерять внука, вот бабушке будет это очень-очень неприятно. Поэтому вы подумайте, кому выгодно то, что происходит. Вам, ребёнку или бабушке? Понимаете? Какая история. И спросите себя, а не много ли я придаю значение тому, что бабушка говорит по поводу моей личной жизни? Понимаете? Если много, то почему много? Почему много значения я придаю тому, что говорит бабушка? Если вы ответите себе на вопрос, то можно задать следующее. А на основании чего я решила, что мнение бабушки касательно моей личной жизни более важно и ценно, чем моё. не повлияло ли мнение бабушки на то, как строится мой брак? Ну вот. Или как... Да, как строится мой брак. Понимаете? Я уверен, что прежде чем строить отношения с мужчиной, вам необходимо сначала разобрать именно развод. Субъективные причины развода, объективные причины развода, ваши отношения к разводу. Почему отец ребёнка не видит, ребёнок никогда его не видел. То есть отец был плохой или что-то ещё. То есть дело здесь не в ребёнке, я специально не говорю про ребёнка, чтобы вы поняли. Дело не в нём, дело в вас. Вот как вы себя будете вести, как вы будете себя преподносить, так и ребёнок будет себя чувствовать. Ну, настолько комфортно, потому что его комфорт напрямую зависит от вас. На самом деле. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому вот именно этому аспекту постарайтесь уделить как можно больше внимания. Именно этому моменту постарайтесь уделить как можно больше внимания. Только этому моменту. И если вы эту ситуацию в целом разрешите, то я полагаю, что вы сможете уже действовать более свободно, исходя из новых открытых вами вариантов решения. т.е., например, если вы руководствуетесь какими-то мыслями, потому что, грубо говоря, ну, значит, 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 вам бабочка, да, запрещала, мама, мама запрещала что-то. и вы не хотите поступать по-другому, потому что боитесь, например, что она действительно, грубо говоря, будет права, например, это совсем как бы не то же самое, если вы действительно боитесь своего ребенка. то есть тут вот эти моменты нужно разделять. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. два и удачи. Продолжение следует...